мы в киргизии это красивые горы киргизские тяньшань называется вот у нас уже тут близится закатик и мы гуляем по тропе станет и федей ваши комментарии нравится вам тяньшань и таня воздух огонь приятный морозец вот в итоге мы вот тут идем себе по централизованной тропе там где еще коляска может мы его немножко укрыли от ветра чтобы не задувало дождевичком таким вот огонь просто замечательные на фоне такие красивые горы огонь это селфи видео из тяньшань идем дальше горы ветра мощные но когда ты под физической нагрузкой когда в тебе бежит быстро кровь руки не мерзнут и не так холодно занимайтесь спортом мерзляки и будет вам счастье и ходите в горы вот что вам рекомендую в горах очень хорошо и воздух тут хороший и деревья тут классные такие вот елочки красивые везде растут вот это уже вниз ущелья мы изучали поднимаемся медленно вот это вверх так и идем в общем сегодня один из лучших дней в киргизии когда не было дождя тумана и непогоды и вот так спонтанно взяли сели на такси и приехали в горы прямо из бишкека за 45 минут ну максимум час где-то так все вполне доступно в общем скоро солнышко то и зайдет закат в горах наши телезрители вы наблюдаете сейчас единственное немножко вид подпарчивают портят столбы с электричеством и столбы освещения ну может кому-то столбы с освещением нужны для тех кто после заката будет возвращаться на исходную точку люди ходят иногда не мы не одни мы здесь такие не сезон гуляем летом говорят тут все зелено и прекрасно а сейчас здесь вот такая вот зима хотя в городе уже давно в бишкеке снега нигде не видно снега в бишкеке нет внизу там кто-то говорил что это высота в районе двухспойной тысяч но это надо проверить это мне откуда-то из глубин подсознание вылезло вот какое-то тут ущелье если подойти так нас зовут а раз зовут до меняться кто-то устал хочешь поснимать видео для наших телезрителей каши мало елась они 1 ладно мы будем делать два дела вот мы будем снимать видео и вести видео на экскурсию не хочешь видео поснимать снимай и комментируй ой 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 так ну у тебя руки заново да если подойти сейчас ущелье мы увидим речь одноименную речку алла арча называется не короче не могу я держать телефон не можешь держать телефон руки мерзнут давай а мне все хорошо я просто зарядился энергией гор и могу делать два дела мне не холодно я веду коляску вот ну немножко дышка то есть да но в целом руки разогнаны кровь в руках разогнана я легко снимаю этот видосик немножко сквозь как у меня баскетбольные летние тряпочные кроссовки в которых ноги не мерзнут потому что мне не холодно вот вот такая красота солнца уже за горой сейчас мы подойдем зоне отдыха и видим речку под названием алла арча ну даже тропинка есть и скамейка чтобы посидеть друзья какая же тут красота смотрите как круто здесь и красиво искупаться аж хочется прям руки чешутся я сейчас зайду в воду просто класс так и хочется спуститься и пощупать и сказать вам сколько же тут температура сейчас немножечко пройдем подальше но моих тряпочных кроссовках это будет довольно таки типичная может прийти в одномометное фиаско и придется возвращаться поэтому не будем рисковать просто попробуем водичку и слушайте ну мне нравится приятная я бы через пару недель вот откупнулся бы с удовольствием и пополоскался бы пару минуток вот вот такая тут зона отдыха это у меня жена машет вот а где Федя? а? вон там дальше немножко вот залазим назад еще немножко скоро централизованная тропа закончится да да скоро закончится централизованная тропа и мы наверное будем разворачивать потому что есть некоторые члены экспедиции не совсем подготовленные погоди ты куда Таня? не еще чуть-чуть еще метров 200-300 ну давай 100 метров хотя бы давай потихонечку спускаемся ну вот еще один член экспедиции слился даже два он говорит потихонечку буду спускаться слушайте а вот я не ожидал в руке стало некомфортно после того как я ее помочил в воде в речке ларче это конечно неприятный момент да я сейчас разгоню кровь еще лучше и не замерзну погнали дальше в горы нас встречают елочки тут даже есть красивый мостик через реку и крутой подъем в гору какой-то буран меня встречает смотрите тут прям такие части снега летят навстречу в юго в юго прикольно идем дальше путешествуйте больше это круто вот я посидел две недели в городе в Бишкеке и теперь понимаешь что зря это делал надо было побольше поехать побольше поездить по природным местам Киргизии они просто суперские вот так что мои телезрители даже если у вас есть дети старайтесь быть более мобильными с ними покупайте коляски вездеходы покупайте просто вездеходы и путешествуйте и тут мы подходим к большой площадке на которой заканчивается основная часть пешеходной туристической тропы тут такая долина равнина кружайка лук представляю какой тут он классный летом когда все зелено когда сойдет снег и закончится грязь а с другой стороны еще чуть-чуть бы растаяло бы тут было бы очень привязно было бы много сняготий так что может быть даже и плюс в том что мы по снегу ходим а не по сняготий вот тут тоже такие зоны отдыха сделаны скамеечки всякие хвойные растут божевельники вот но в итоге скоро сейчас все закончится ну как видите был последний столб с фонарем который говорил о том что основная часть такой снизу не закончится нет нет он чуть-чуть туда пошел поворот налево этого столба так тропинка немножко повернула налево до какой-то вот мусорки это все зоны пикников летом я так понимаю пособенно бы мне очень ходить зоны пикников последний столб вот он дальше только лютые тропы в горы сделано несколько беседок вот одна там еще одна видимо тем кто хочет переждать дождь, снег, непогоду тут даже не организован никаких лавочек скамейчик вот уже все основная зона для туристов закончилась мало кто рискует идти по таким по таким мало ходибельным проходным местам так что закончим пожалуй наше видео на этом прекрасном закате ой у меня нога провалилась вот начинается фиаско дальше снимать особо нечего так что еще раз повторяюсь путешествуйте друзья привет всем из Киркосии наше видео